Аргеймрукс. Солдатики. История. Их моделизм. Аргеймрукс. Огнемет древних греков. Здравствуйте. В этом видео я расскажу об оружии древних эллинов, про которые мало кто знает. Все любители военного дела знают, что такое наш современный огнемет. Его изобрел немецкий конструктор Фидлер. И он был применен впервые в 1915 году в годы Первой мировой войны, в Ипорской битве. После появились различные его модификации. В годы Второй мировой войны все ведущие армии мира имели все такое оружие. Огненная смесь под давлением выбрасывалась из сопла и сжигала все на своем пути. Страшное и эффективное оружие. Но является ли оно настолько новым? Попытки создать огнеметы относятся в России ко временам Петра Первого. Василий Корчмин разрабатывал это оружие для флота. Но наладить его производство и массовое применение не удалось. В более древние времена в Византийской империи существовал огнемет. Византийские источники указывают даже точную дату изобретения греческого огня. 673 год нашей эры. Греческий огонь извергался из сифонов. Византийцы разработали два вида такого оружия. Один устанавливали на кораблях. Это были массивные устройства. В них горючая смесь выплескивалась из сопла при помощи воздуха, который нагнетался кузнечными мехами. Это оружие давало колоссальный эффект. Так ромеи потопили флот русов, который вел князь Игорь в 941 году. Иллюстрации из Ардзивиллской летописи. Дальность струи пламени до 25 метров. Был у византийцев и переносной, ручной огнемет. Вот его изображение. В игре Total War был сделан даже юнит с таким оружием. Чудовищный эффект для противника от его применения был в игре. В реальности поражение, видимо, было поскромнее. Хотя моральный урон был высоким и мог обратить врагов в паническое бегство только от одного вида такого оружия. Но про все это вы, возможно, уже знали. Я хочу вам рассказать об огнеметах древних античных греков. Первый достоверный случай использования огнеметов зафиксирован в битве при Делии в 424 году до нашей эры. Афиняне сражались с фиванцами. После разгрома афинян биотийцы осадили крепость Делий. В ходе штурма они применили хитроумное изобретение. Это была большая труба из дерева. В ее начале стояли кузнечные меха. На реконструкции их три. При помощи них нагнетался воздух. Это защитные щиты для воинов. На конце трубы, видимо, было такое вот приспособление. Его называют сейчас жаровня. Там находилось какое-то количество угля, серы, масла, сырой нефти и смолы. Трудно сказать, какой был реальный состав этой смеси. Когда устройство подтаскивали к объекту, который нужно было поджечь, жаровню поджигали. После этого старались приблизить трубу поближе к противнику. Воины начинали нагнетать воздух мехами. Он со свистом шел по трубе и раздувал горючую смесь. Из сопла врывался в воздух вместе с огнем и зажигательной смесью. Дальность струи огня сложно оценить. Но этого было вполне достаточно, чтобы поджечь деревянные ворота или стены. По крайней мере, для взятия Делия этого хватило. Зачастую греки засыпали в жаровню только угли. Это было дешевле и, видимо, не менее эффективно. Нагнетаемый воздух в таком случае давал и сопл огонь. Примерно на дистанцию в 5 метров, по оценке современных специалистов. Применяли ли огнеметы в морских битвах, неизвестно. Но если это было, то устройство могло выглядеть вот так. Важно было не поджечь свой корабль. Данные устройства применялись сотни лет. Как минимум в 250 году до нашей эры в битве при Панорме они еще использовались. Потом про них забывают, чтобы вновь огнеметы появились, но уже в византийской армии, ну а потом уже и в наши дни. Если вы досмотрели это видео до этого момента, то оно вам, видимо, понравилось. Скажи спасибо автору, поставь лайк и подпишись. До новых встреч! Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова